Welcome, welcome, welcome. Ну что, американский LCS, вечер продолжается, точнее уже ночь, новый день на дворе, пока еще воскресенье, пока еще выходные, команда Cloud9 с новым составом будет работать с командой TSM, у которой состав для этого сплита новый, а вообще ничего, никаких изменений. То есть, Майк Йонг поменял академию TSM, он теперь там играет, а в основном в составе играет как раз академический игрок Грик, и Майк Йонг пока, видимо, не стремится занять здесь основную позицию в лесу. Ну, у TSM всегда была идея менять джанглеров, когда все становится плохо. А плохо было тогда, когда они проиграли в 1-4 финала команде Clutch Gaming 1-3 и проиграли из-за того, что тупо не банили саппортов от Хакука, который в соло, в общем-то, выиграл все те матчи. Ну, TSM явно более тильти. Cloud9 же проиграли свою 1-4 финала, потому что попали на серьезного соперника, и, конечно же, нельзя забывать о отвратительной игре Свинскеррина или Кориша в тех матчах. Но вот Reaper решил, что главная проблема, ну, во время межсезонья, видимо, это он увидел, в плохой подготовности к тренировках от Дженсона и в плохой, как он сказал, атмосфере в команде, которую создает Дженсон, Сники и Смути. Выгнал он их трех игроков, этих звезд, из основного состава в Академию. В этой Академии они сыграли 3 победы, 1 поражение, и на эту неделю он 2-х вернул. Сники остался все еще там. Но это уже связано, скорее, с метой. Сники нет смысла приходить, когда гораздо лучше сыграет Ability Power или Bruiser, игрок, который всю жизнь играл на них, это Golden Gloe, либо Дженсон, сыграет на этих чемпионах, когда Адекерри не обязательно бегать. Звен играет у нас на Варусе, а можно не играть через Адекерри. Сники у нас играет в фуннелинг-стратегию, и мне кажется, вот это очень хороший ход от команды Cloud9, если, конечно, они это делают с планом. Академическая команда сейчас отрабатывает стратегию фуннелинг полностью. Сники играет как основной игрок, медлейнер которого кормят. Он становится монстром, его тренируют именно вот в этом направлении. В этот же момент основной состав команды Cloud9 собирается играть через трех брузеров. Ну, в данной игре они взяли Бранда на бутлайн, и Реллион на мид, и Рениктон на топе. То есть, получается, команда Cloud9 сразу двух зайцев убивает, не играет одну и ту же стратегию в опеих своих лигах, а играет две разные стратегии, причем основные игроки и там, и там есть. Понимаете? Я не удивлюсь, что в планах Рипера есть замена Свинскерина на того джанглера, потому что тот джанглер явно играет лучше, и я это вижу, чем Свинскерин на прост-сцене. Ну, правда, опять же, Свинскерин на прост-сцене, в LCS играет, а тот играет в Академии. Но если Рипер действительно не дурачок, а все же этот мужик вытащил команду Cloud9 на чемпионат, снова на высокий уровень, хороший там прокаст, Митя уже думает, как бы с Риколицей на ТП вернуться. Хочет опыт получить с этих четырех крипов, и так и поступит. Скорее всего. Так вот, Рипер вряд ли дурачок, он, скорее всего, так и сделает. Он просто оставит Голден Глуб потом в Академии с возможным запасом, если метод там не будет сильно меняться, относительно того, что есть сейчас, то с возможным запасом поездки на чемпионат мира, ну, если главное, туда все же попадут, ну, или, по крайней мере, к плей-оффу. Тауэрдайв здесь, кстати, идет, но Смитя не успел стелепортироваться, он с фулл здоровьем уже вернулся, но, видите, его легко здесь за Тауэрдайвил Свинскерин, они его убили, после этого на Свена пошла улыбка, и Свен пытается Григо убить, флэшится Смуте, но не попадает к ушкой, и это грубейшая механическая ошибка. Флэш Ку не попадает, и Грик остается в живых, а Смуте умирает, Голден Глуб помочь никак не мог, он снизу кидал заклинания, хотя у него тоже флэш был. А, говорят, Митя мискликнул и думал, экзост кинет или игнает, да, да, он еще не улетал, и телепорт сейчас нажмет на крипа. Это механический косяк был, он на крипа случайно его нажал, и в этот же момент умер, потому что он думал, что у него телепорт или, не телепорт, а экзост, либо игнает. Ну, а здесь, видите, ошибка, и Голден не попал своим заклинаниям, и Смуте тоже с флэша промахнулся. Команда Cloud9 казалось бы сделала все отлично, но потом же, как обычно, все запороли. Десна Дженсона выходит, у которого нет маны, он всю сожрал ее, Биргсон без телепорта остается на линии с флэш, очень странный такой ход. Смуте подходит, опять не попадает Моргана к ушкой. По лицу Смуте было видно, что он очень недоволен своей точностью пока что. У нас линия, видите, Дариус против Релли, очень неприятная линия для Релли, но меня удивило, что Дженсон вообще без маны остался. Да еще и Дженсон с Игнайтом играет, что тоже немножко странно. В такой линии, где ты явно не сможешь убить Биргсона никак, не потому что он крутой, а потому что это Дариус. Не проще ли взять телепорт и просто ставить в ту линию. Зато на топе все хорошо. Здесь контрпик для команды Клауд Найн выбили, а у них Ренниктон против Атрокса, старого Атрокса. Ренниктон уже потратил телепорт и сейчас пытается не запушить линию. Он купил уже Тиамат, и он хочет либо дождаться Ганга, либо устроить хороший фризинг, где Хаузер сейчас уйдет на рекол, и он тогда сможет подденайти ему парочку крипов. Свен Скеррин выбил Вард, и Грик устраивает ловушку, будет на него выходить, но рядом еще и Биргсон. Они, может быть, будут сейчас убивать. Команда Клауд Найн за Краба битва даже не произойдет. Митя ушел, потому что его там смуте подрезал. Самой неж спеллов нормальных нет, чтобы тут воевать. Ну и, сами понимаете, Трандл намного сильнее в этой стадии Сиджуани. Так вот, команда Клауд Найн не единственная, которая готовится, готовится они летом. Просто вот такие вот моменты, когда готовятся они летом, очень часто проваливаются у многих команд. Явно видно, что они готовятся именно к плей-оффу, ко всему остальному, но на данный момент они ведут, ведут, идут 1-3 в регулярке. 1-3, ребят, всего лишь. Соответственно, есть шанс, что они вообще в плей-офф не попадут. Но они уверены, что в плей-офф, наверное, попадут, просто не с первой позиции. А там уже у них будет хорошая стратежная база, хорошая база игроков, с которой можно будет работать. Другие же команды, наоборот, основным составом пытаются тащить, такие как Team Liquid и Echo Foxy. А вот команда Соточка решила небольшие изменения на эту игровую неделю тоже произвести. Но с ними понятно. У Соточки риф-тривелс на носу. И про это я уже говорил. Во время риф-тривелса, по правилам, вы можете взять только одного запасного игрока, и им надо определиться, какого. Поэтому они взяли на сегодняшнюю неделю, ну и на сегодня матч, который у них будет, Брандини будет стоять на топе вместо Самдея, и Леви, тот самый из Gigabit Marines, будет играть на месте позиции Лесняка за место Метеуса. Кто из них на себя покажет на этой неделе, хорошо, больше чем уверен, поедет на риф-тривелс. Никуда он не поедет, он останется здесь же, учитывая, что студия в Лос-Анджелесе находится, и в студии будет все это дело и проводиться. Ну вот я про это тоже хотел сказать. Там вот пишет у нас Холли Конниан, по-моему, такой никнейм, там, маленькими буквами, плохо вижу. То, что готовить вроде бы надо, с одной стороны, подготавливать ребят к новому, к плей-оффу и так далее, но по чноцами может все измениться, может вся мета поменяться, и поэтому очень часто были команды, которые тоже там что-то там тестили, что-то тренировали, они потом и проваливались. Но были и моменты другие, например, такие, как команда Фанатик. В шестом сезоне специально сливали игры в начале, специально брали непонятных чемпионов, чтобы научиться играть от отставания, потому что они знали, что с корейцами они будут отставать, с китайцами они будут отставать по золоту, а этого у них не было. И это официально тренер говорил, мы специально берем плохой лейнинг-фаз, плохой сетап, чтобы немножко проигрывать в начале, чтобы потом увидеть, на что мы способны и так далее. Это была тренировка игры от отставания, потому что в скримах, в тренировочных матчах обычно этого тоже нема. Свинскерин забрал случайно себе, без смайта забрал синий баф, не получилось у нас здесь у Дженсона добить, но сам виноват на самом деле. Кто здесь сильнее? Кто здесь сильнее, сложно сказать, учитывая, что Варус сейчас не совсем адекерий, роль у команды Cloud9, конечно, не роль, а чемпиона команды Cloud9 без стрелка, но здесь и Варус, он будет просто отлетать за секунду от любого чемпиона команды Cloud9. Я бы на самом деле за их сетапом поставил плюс. У них есть воровство статов, у них есть контрпики очень важные, именно лесной контрпик, топерный контрпик от Дариуса. Для Дариуса ничего не взяли. Где усиление Дариуса? Где магический урон у команды ТСМ? Усиление Дариуса было бы, если бы Трандл был, усиление Дариуса было бы, если бы Маргана была на их стороне. А здесь любой тимфайт будет, прокаст Маргана плюс Бранд, и вы понимаете, чем это может закончиться. Ну а Варус будет играть в Ability Power, соответственно, физического урона мы от него чуть поменьше увидим, но этого все равно будет недостаточно. У нас тут Таурдай пытается организовать с двух сторон. Команда Cloud9 более успешно проведет это. Дариус давал ульту, но не успел. Через там Кенча телепорт и Звен тоже, кстати, нажал телепорт. Команда ТСМ полетела на топ-лейн убивать Ликариша. Он тут остался в живых при помощи флэша, но потеряли вышку на боте. Команда ТСМ и потеряет вышку еще сейчас на миде. Возможно, нет. Не потеряет в миде успел, подойти и прикрыть ее. Ну а Берксон остался беззащитен, и с ним, в общем-то, сделали то же самое. Команда Cloud9 вышла резко в 2500 вперед. А у Ликариша все зашибись. Он остался в живых, ульту потратил. На всякий случай отфлэшился, по-моему, там можно было даже без флэша убежать. Да, там говорят, что Дженсен очень хорошо отыграл. Он точно сделал так, чтобы пассивочка была на Берксоне, чтобы можно было два прыжка по нему проделать. И в итоге не смог Дариус даже при помощи флэша от него отступить. А Дженсен сохранил флэш. Хотя Дженсен мог там и через флэш это сделать. Ну, то есть, потеря его. Почему Ренниктон контрпик от Рокс, если он один на один чуть не откис? Ну, не забывай, что у Ренниктона Бэк был в другой стадии игры. То есть, он купил себе Тиамат, а от Рокс был с флл предметами уже. Ну, те, которые у него сейчас, они и были. И Ренниктон увидел два телепорта и не стал с ним воевать, а просто начал отступать. Это две разные вещи. Когда ты сражаешься, и когда ты отступаешь. Минвайл 3 Титаник Гидра инкаминг. Ну, очень долго не будет дособирать Титаник Гидру ни Релли, а ни Трандл. У нас, кстати, здесь у Дженсен большие проблемы. Нажимает W, останется в живых, пытается по крипам уйти. Флэш прожимает, и Хаузер его просто автооттачила. Была рядом команда Клауд Найн, которая не пошла помогать Дженсену. Я не совсем понимаю, почему ни Трандл не сместился, ни Моргана не сместилась на помощь. А когда они это увидели, уже у Дженсена по факту не было возможности остаться в живых. Слишком быстро его разбили. Ну и Дженсен соло смерть от Хаузера на топ-лейне. Редкий случай, когда Хаузер хардкерит, но такие моменты были. Все же команда ТСМ не зря держит этого парня на топ-лейне. Помню, что Хаузер у нас заменил Дайруса, который сказал, что все, с Лигой Легенд покончено. Ну, про Лигой Легенд покончено. Дженсен теперь и по левелу будет отставать относительно Хаузера. Ну, это чистый такой 3-1-1, только без Адекерия. Раньше, помните, был Адекерия в этой роли. Он уходил на мид, у него был саппорт Джанглер. Ну, они же рядом были. Ну, не сразу побежали. Где-то на полминуты, не полминуты, а полсекунды там. Не успели, возможно, этого хватило времени, чтобы спасти его. Ну, так вот, я вернусь к мысли. Это как 3-1-1, только раньше этим занимались на миде Адекерии с двумя саппортами, один лесной, другой его собственный. Дисенгейджеры обычно тут брались. Теперь сюда берутся маг, который стоял на боте. Дисенгейджер, который фармится. Саппорт и саппорт лесной. Ну, и 2 мидер бруйзер и топпер бруйзер. Эту стратегию нам показывает сейчас в основном команда Фанатик, показывает команда Клауд Найн в этой игре. И если взять из более сильных коллективов... Хотя, что может быть сильнее команды Фанатик, да? На самом Товердайв опять идет на Дженсона. Дженсон в беде дает ульту, пытается прыгнуть на Бьерксона, но через 2 стана не пройти. И Асси зарабатывает еще и миди. Правда, команда Клауд Найн в этот момент начинает подкушивать мидлайн. Чувствуется, что плана на игру нет. Очень тяжко как-то заходит команда Клауд Найн в эти новые патчи. И это очень странно, учитывая, что у них есть яркие примеры того, как это надо играть. Яркие примеры есть этого. Под яркими примерами я подразумеваю команду Кингзон, команду... Кто у нас там еще? Ну, Бибики Оливерс. Плохой будет пример, но они, в общем-то, тоже так играют. Ну, самое распространенное это фанатики и команда Кингзон. Берите их, смотрите матчи. Команда Кингзон из своих там 15 игр, которые сыграли в этом сплите, часть проиграли, часть выиграли, две где-то через фунеллинг стратегию сыграли, три-четыре игры сыграли через Эдекерри, ну, нормальный сетап, 3-2. Все остальное было вот это. Почему они не могут просто посмотреть эти матчи? Сядьте, проведите не в соло-ку, а проведите тренировку просмотром этих матчей и анализом того, что делают эти команды. Они смотрят матчи ЛЦЛ, ну и зря, потому что смотреть надо матчи профессиональных команд. Ну что ж, у нас 3-4 становится счет, команда Клауд Найн сделала таки килл на Туплейне, через телепорт Варус пытался это дело остановить, но не вышло. А какая еще команда играет с четырьмя телепортами в Корее? Я вот забыл название ее. Что-то так не могу вспомнить. Это Африка Фрикса, да? Африка Фриксов еще можно посмотреть. Четыре телепорта в каждой игре. Саппорт Адекерри, мидер, топпер телепорты, джанглер со смайтом. Четыре телепорта в каждой игре. И они вечно играют 3-1-1 сетап теперь. По-моему, это Африка Фрикса делали. Ну, может быть, я перепутал. Но это или Катеростерсы, или Африка Фрикс. Ну, вот еще одна команда, которая в Корее весьма успешно исполняет эту стратегию. По которому, в общем-то, мне кажется, и равняется команда Фанатик. Потому что четыре телепорта — это жесть. Где бы битва ни началась, туда прилетают четыре игрока. Это чисто дотерская стратегия. Дотерская, прошу прощения. Надо будет просто список, каких чемпионов играла команда Африка Фрикс, каких чемпионов играла Катеростер. Сравните, можно будет сразу понять это. Ну что ж, тут Хаузера поймали, видите, через ульту Дженсона, его цепанули, убежать оттуда нельзя было. Не, Виталики тут ни при чем. Виталики — это пародисты уже первые. Это корейцы начали мету выстраивать, потому что у них были первые игровые дни. Сравнивают нам карьерную статистику между Бьерксоном и Дженсоном, КДА у Дженсона похуже, урон у Дженсона похуже, количество побед у Бьерксона повыше. Не, ну, реально, я очень удивлен, что настолько неподготовленно отыгрывает вот эту же стратегию, которую мы сегодня видели от команды... Ну, сегодня, ладно, мы не видели. Вчера мы видели от команды Фанатик. А, нет, подождите, сегодня, да. Ну, вчера, сегодня, уже день один и тот же. Слились у нас дни. Подсказывает мне Вова, что это MVP и фрики так играют. Ну, у MVP это не особо удачно получается, но если получается, то эффектно. Вот, а если о фрике, ну, значит, я все правильно вспомнил. Африка фриксы так делают. Понятное дело, что, я думаю, у каждой команды можно найти такую игру. Каждая команда хоть раз попыталась сыграть через вот это вот все. Сегодня вот команда, допустим, фанатики играли через Хеймера вот такую же схему. На миде они поставили брузера, только это был дюксан. Ну, какая разница? Работу-то он выполнял брузерскую, то есть он ушел потом на боковую линию, тупо запушивал ее, делал агрессивные врывы. То есть именно так это все и делается. Заберяют команду Cloud9 Dracon, а это третий дракон уже уходит им. Или это второй, подождите. Читаю, туплю. Второй, второй только, третий не мог быть еще. Но мне не нравится то, что вот я следил за игрой команды Cloud9 Academy, и в этой игре я видел лучшую идею и лучшее исполнение, чем вот то, что здесь. У команды Cloud9 в данном случае очень хороший сетап бутлейна, и очень хорошо подходит им Ирелия. Но Ринектон, по ходу, был взят именно против Атрокса, а Трандл именно против Сиджуани. По факту ни Трандл, ни Ринектон не подходят сетапу команде Cloud9. Здесь нужны были более жесткие инициаторы, чтобы Ирелия не жертвовала собой каждый раз. Потому что, ну давайте честно, кто будет делать инициацию команды Cloud9? Ринектон через Ешку? До глупости. Трандл через свою Ешку тоже ставит стенку и побежал? Нет, тоже глупости. Нужен был инициативный чемпион, а его нет у команды Cloud9. Какой-нибудь Зак, какой-нибудь Грагас, ну это если Сиджуани заняты, на топе какой-нибудь Орн, пусть он даже помучился бы с Атроксом, но по крайней мере была бы инициация. А ее сейчас у команды Cloud9 нет, и соответственно получается проблема. А вот именно у Cloud9 Академии стратегию они использовали в фонулинг, и исполнение было чуть ли не идеальное во всех играх, как у команды именно G2. Моргана, Флэш, Жоня, но это все так. Моргана, Флэш, Жоня, тут и Бранд тогда может издалека дать комбинацию, застанет кого-то и дать ульту, вот тебе инициация. Так я ставил за команду Cloud9 лейт, но не особо сильно, то есть просто 55% за ними, потому что Варус, слишком много проблем у Варуса в тимфайтах будет, если даже сами ТСМ будут организовывать. Ну так, конечно, номинально, Варус это Ада Керри, но у него здесь спасение, это только лишь Том Кенча, вы представляете, да, что там будет творить Бранд. Ой, тут Дженсона ловит, он пытается прописать Стампа Бьерксона, подает хорошую ульту, первый прыжок минус, первый игрок переключается на дальше, на опять Бьерксона, Бьерксона выживает ли, нет, умирает, прилетает сюда, трогает подкидывание, убивает всех, и Варус всех расстреливает. Голден Глу только сейчас дошел, и мне кажется, Голден Глу запорол что-то, потому что его ульта не нанесла никакого урона, Ликариш тоже половина сражения стоял черт знает где, и команда Cloud9 у нас проигрывает битву по количеству убийств, но выигрывает битву по бектам, потому что, видите, они остались в более лучшем положении. В чем проблема была? Дженсона цепанули, дали ульту, но он успел W поражать, был рядом сразу Свенс Керрен, который начал воровать статы у Грига, Грига из-за этого убили. Подходит Смути Клинс, Смути дает ульту по Бьерксона, Ликариш подходит, делает ничего, и Голден Глу просто дает ульту. Вот она, ребят. Я и думаю, не может быть так мало урона от Бранда. Это просто невероятно, как в том самом фильме, который Бэт Комедиан высмеивал. Это невероятно, чтобы так мало урона было от Бранда. А все потому, что он просто дал ульту, больше ничего не сделал. Человек подошел, ульта нажал и ушел. Никакого прокаста, никакого стана, никакого двойного взрыва, никакого усиления заклинаний, потому что подошел позже всех. Но Дженсона все равно 2 кила достали здесь. А вот, конечно, проблема команды Клаудна, то, что Варусу достались все убийства от команды TSM. И Варусу, напоминаю, он будет в Ability Power, это Гуинса с нашуртусом, в Рободон. Попытались в Звена ворваться, но вот и вся инициация команды Клауднайт. Вы видели, Звен поставил, Звен поставил Ешку, и Звен в него просто попал ульту. Надо будет, кстати, стримы переименовать. Сейчас-то у нас уже Америка, после этой игры надо будет переименовать. Митти здесь так продвигается, пытается выбивать Варды вместе со своей командой, у него это удачно получается, а вот троица, точнее не троица, а двоица, единички команды Клауднайт пока никуда не продвинулись. Если подпушил Дженсона хотя бы топ-лейн, то Ликариш вообще просто сместился на мит, непонятно зачем. Илья Раннер говорит, что я на мини-карту смотрел во время повтора, Бранд три раза даже останавливался на пути и не сразу шел. Думал эти крипов дофармить. Ну, понятно. То есть, видите, вот такие косяки есть, здесь за это, ого-го, надо по попке давать, но Голден Глу, будем считать, не на своей позиции, просто играет, и поэтому ему тяжело. Хотя Бранда вроде как он должен уметь отыгрывать. Ну и помимо Бранда есть и другие чемпионы, которые Голден Глу на боте может сыграть. И не забывайте, что сейчас двойной трет, как говорят английские комментаторы, двойная угроза есть у команды TSM. Это и Дженсон с огромным количеством пула чемпионов на медиа и возможных пула чемпионов на боте, и Голден Глу. И у них разные самые интересные пула чемпионов. То есть Голден Глу может Виктора сыграть, хорошо Азира добавить, Дженсон может Синдру сыграть. Правда вот они оба не могут играть Галлио. Это вот проблема. Где Сники? В Академии. Ну что ж, там походу Свенскерин сейчас будет инициацию проделать, ставит кубок. Григо это даже не замедляет, потому что у нее есть контр-замедление. Шурелли была прожата, пошла ульта Григо, она не попадает ни по кому. Свенскерин пытается все ворваться. Но это вот так вот бездарно и выглядит. Знаете, почему это бездарно? Потому что Банны Пики провели не лучшим образом. Правда убили Сиджуани за счет Брандовского прокаста. Аликалиш просто занимается зонингом, Смуте дает ульту с флеша, Митя отфлешивается от него, но за ним флешивается Свенскерин и доедает его. Все живые игроки, оставшиеся командой ТСМ, они когда потеряли Сиджуани, поняли, что без танка воевать тоже не очень приятно. Такой мини-арам сейчас был проведен на миде. Команда Клауднайна его выиграла, был поставлен Синий Тринкетт, в смысле попадает заклинанием здесь по Бьерксону, но дальше пока беда еще не пришла. Клауднайна продолжает бить на Шора, его можно добить спокойно, потому что Ликариш все еще не тратил ульту, он с фулл здоровья, Хаузер делает флеш-инициацию, в этот момент Ликариш делает флеш-инициацию по Звену, на Шора забирает команда Клауднайна, но теряет при этом крокодила. И убивает, кстати, все же от Рокса. 8-8 на Шору команда Клауднайна, но потерянный будет Маунт Эндрейк. Я против вот этого бана пика. Очень хочется поругаться на Рипера в данном случае. Потому что, конечно, такие пики делать нельзя ни в коем случае, комбинировать вот так у чемпионов. У них хорошая комбинация трех чемпионов. Бранд, Моргана и Релли. Просто шикарно. И дальше окей, мы хотим оставить Трандла, чтобы он воровал вот так вот статы у Сиджуани, и мы ее забираем. Постоянно. Я за это за плюс. Но тогда возьмите не Ренектона, возьмите чемпиона танка-инициатора на топ-лейн, который будет делать врывы. Первым, который будет Маукая возьмите, возьмите Наутилуса, возьмите Орна, возьмите не знаю, того же самого Сиона, возьмите Синджета в конце концов. Вот они, чемпионы нашей мечты, которые будут тупо делать инициацию, и там можно физически, можно магически. Кледа возьмите, Клед, который будет полутанком. Возьмите, кто у нас там еще есть, и Лауэйку, и вы сможете тогда сиджить жестко даже с этими чемпионами с Лауэйкой. Ву Конга, ну Ву Конг бы намучился против Фатрокса, но гипотетически тоже можно. Мунда плохой тоже вариант. Мунда ничем сильно не отличается. Нужно вот такое резкое либо ускорение для всей команды, либо кто-то, от кого нельзя убежать. То есть он делает врыв, от него не убежать, надо сражаться. Как врываться на Лауэй? Я сказал, что если Лауэй взять, то тогда это будет сидж сетап. Вы просто поменяете немножко игру. Вы будете осады устраивать за счет Лауэй и будете ждать врыва оппонентов вас, потому что вы будете мучить их. Вы будете кидать у них заклинания, они в какой-то момент сорвутся и ворвутся вас. А тут у вас Трандл с кубком, тут у вас Бранд, Моргана, все. И вот у Клодна сейчас такой недосичный сетап, то есть они вроде бы пытаются делать осады, но у них нет осады. Нормально, потому что полка недостаточно. Им нужен еще один чемпион для этого. И нету врыва, чтобы просто ворваться. Это хорошо, что они забрали на Шору. То есть вот честно повезло, что они выиграли битву и забрали на Шору. Потому что сейчас у ТСМ такая ситуация, где им так и так база ломается из-за нашей... Вот не надо так делать битву, у вас там два игрока вырезано будет. Хотя они очень быстро убили от Рокса, у которого, видимо, пассивка еще не успела откатиться, но при этом потеряли Эрениктона. И Дженсен, скорее всего, тоже потеряет с флешаеву, добивай Бергсон. Ну, куда вы полезли? Очень-очень плохая игра от команды Клаудной. Недоволен я. Все же я как фанат этой команды недоволен. Тут там Кенч прилетел, Кенч тоже подарил сейчас подарочек команде Клаудной. О, Шорелли. Узкое пространство, причем не на курсе передвижения Бранда и Маргана. Они не могли там подойти. И, по сути, команда Клаудной там сражалась 3 в 5. Но выиграли эту битву по объектам, потому что на шорт. Причем там Кенч один полетел. Нет, там Варус был внутри. Просто когда там Кенч прилетел, он сразу же Варуса проглотил. Продолжайте Сиджит. Зачем вот было в это узкое пространство лезть? Смотрите, сейчас вы увидите, как Голден Глу и Смутти будут отзонены. Видите, они не могут идти, потому что их закроют вот эти два игрока. И получается, что здесь 3 в 5 идет битва, а вот эти два игрока не могут подойти. Смутти и Голден Глу. Ну, киднул Голден Глу ульту, но раскастоваться не смог. Маргана вообще не смогла дать ульту. И вот он пролетел, там Варус с ним, но он его тут же проглотил, чтобы его не убили. Но погиб сам из-за этого. Зато Варуса спас. Но я еще кое-что скажу. Он бы Варуса спас и тем, что он туда бы не полетел. Результат, конечно, все равно останется, судя по всему, победным для команды главной битой встречи. Просто сильная команда бы не отдалась здесь. Мы же, как говорится, тренируем вот эту вот идею против сильной команды. Хотим побеждать. Ну, благо, у команды Клоднайм будет еще впереди много дней подумать на этой неделе. Им не играть, ТСМ им тоже не играть, а у ТСМ им очень много надо будет подумать. Если они не могут дурацкий пик команды Клоднайм победить, а это реально дурацкий пик, взяв свой дурацкий пик, давайте теперь к их пику обратимся. А зачем у них там Кенч в этом пике? Кто-нибудь мне расскажет? Против Моргана? Тут нет никакой Камилы, тут только Ирелия есть. Против Ирелия возьми откидывателя либо Браума того же самого и никаких проблем. Команда Клоднайм там видит, что сприт пушит Атрокс. Атрокс хороший пик, на ферст пике его вообще надо забирать в этом патче 8-12 с удовольствием. Сиджуани хорошо с Атроксом, все, работает. Дариус вроде как контрпикает Ирелию. Варус уже под вопросом, потому что Кайса вроде как посильнее, Кагмав посильнее, зачем Варуса брать? Чтобы спасать Варуса, пришлось взять там Кенчи. Но тогда давайте лучше возьмем Кагмава и будем его спасать, а не Варуса. Жирный противный не дает ваншот на Тироуме. Ну да, да. Прямо-то он... Жирный противный настолько, что Бранду со своим процентным уроном и релли с Трудомагом, процентный урон Ринектона, Трудомаг, больше-больше нет ни у кого, да? Все. Я начал искать Конкуера, где еще? Конкуера больше нет. Прямо-то все боятся вот этого чемпиона. А Моргана так вообще развлекается на этой линии. Она фрилейн получила себе. Вот Браун была бы проблема, потому что милишники бы все страдали от Брауна. Хиллер бы какой-нибудь был бы проблемой для команды Клауд Найд, потому что тогда бы Бранд не был так опасен. Вы просто бы выхиливали все, что это делала команда Клауд Найд. Ну и Варус, опять же, нахер на он вообще им нужен? Но, с другой стороны, команда Клауд Найд не смогла продавить топ-лейн. Устраивает новую ловушку, опять врыв. Ну, вы уже видели эти врывы. Под Шорелли бегут, кубок ставят Григу прямо перед носом. Берксон опять зачем-то притягивает игрока. Я не знаю, у Берксон какая-то мания за Дариуса тащить игроков в себя, чтобы они могли сделать врыв. Правда, с Венскери сейчас можно убить за это. А будет ли Кариш воевать? Ликариш выйдет сегодня погулять или чего? Нажимает он ульту и просто бегает под эту ульту. Команды Клауд Найд решает отступить. Хотя сами же хотели сделать инициацию. Но, с другой стороны, они сняли телепорт у Хаузера. Надо сделать видосик к Деснике, да. Я могу в перерыве сделать видосик к Деснике, кстати. Давайте. Я сделаю в перерыве видосик к Деснике и мы его выложим, потому что люди сегодня и завтра будут его еще задавать. Хаузера знает, что он есть длинный флайд, поэтому он может быть немного опасным для его позиции. Начинать как-то figuring out where C9 is. Он почти мобильный варь сейчас. Он делает хороший job бежать, но Бергсон его догоняет и убивает. Все еще там Криппы пытаются закончить игру и у них это удачно получается. Придется тебе сам омотойти, хоть команда Клоднайна и проиграла этот бой. Но сами виноваты, как говорится. А кто же лезет? С флеша тут Голден Глуб пытался Звена поймать, но не получилось. Тут отфлешился сам в ответ. Продолжает команда Клоднайна гоняться. Супер там тележки Клоднайны начали втроем делать Нашор и самое смешное у них два Маунтайна они это вполне успеют. Лол они это успевают. Там Кенч нажимает туда телепортацию свою. Бран дает неплохой проказ и Джоанни дает ульту. Но там Нашор с супер дамагом начинает ее убивать. Правда Нашор был забран командой ТСМ. Что это такое и почему? Как вообще это произошло? Команда Клоднайн подарила Нашора там Кенч такси приехала просто на смертное отро такое прилетащил можно сказать Сиджуани в жаровню но в этой жаровне она нашла все же Сиджуани себе хоть какой-то радость и нажала смайл что это было? Забавная такая ситуация была. Ну что минус два игрока можно еще как-то поиграть. Так сколько туда осталось здоровья у Нашора? 4000 еще проказ 3000 и потом ульта Бранда которая оторвала у Нашора 2000 здоровья после чего дико легко было нажать смайт 2000 здоровья ульта Бранда сняла но у него почти фулл предмет у Бранда не бодренал процентный урон ребят это не хухры-мухры попыталась команда Клодайн убить этот ингибитор но воскресло уже Сиджуани и там Кенчи решили отступить слабая игра обеих команд согласен мне не нравится как Клоднайна и Банапики провели на то что у них здесь в игре не получается сейчас это скорее следствие Банапики потому что вроде по объектам то они работают правильно но им не хватает вот этой вот нотки инициации когда им нужно синициировать им нечем инициировать они просто бегают туда-обратно особенно потерянном в игре дитриник тонн но у команды ТСМ слабая игра по объектам очень если Банапики еще куда не шло можно с этим поиграть варуса тут замени на что-нибудь более полезное и все будет хорошо так можно и допрыгаться там ингибитор это уже появились и теперь команда ТСМ с нашором подпушивают и Банши Вейл купил у нас Звен чтобы в него нельзя было так просто через 11-ц эффект какой-то ворваться пытается тут сломать очень быстро Свен Скерину вышку да и он не сможет ее задефать он поставил кубок чтобы Звен в узкое пространство зашел попадает Стан у нас Митя но успевает проглотить своего партнера поднялись на Веху на Звен дал парочку автоатак но дальше придется ему отойти Дженсен готов уже прыгать с этой стороны теперь ТСМ будет работать еще один ингибитор открывать но по сути кто проиграет сейчас любой бой проигрывает и всю игру потому что теперь уже не нужны крипы чтобы ломать вот эти ингибиторы они оба открытые с обеих сторон и соответственно следующий уже на Шор будет финальный или следующий Дракон будет финальный а Дракон следующий кстати Клауд и он там все еще стоит его так никто не забрал и не обновил нам таймер Элдер Дрейка не получается ингибитор забрать ССМ но лучше здесь вставаться и сдерживать на Шора на себе чтобы Клауд не могли отходить туда так легко ой а Голден остался один это минус ингибитор смуте почему-то его оставил нельзя было здесь отходить и нужен был здесь конечно и Дженсен скорее всего Дженсен пытается прописать стенд промахиваться по обоим игрокам и хочет дойти кто-нибудь из команды ТСМ и добить ингибитор который прям так и выглядит но там Звен теперь дают автоатаки это минус 2 ингибитора никак Клауд Найн и не задеф вот они не могут сделать инициацию они просто ждут пока закончится на Шор и тогда мол будет полегче но легче уже не станет ребят инициации у вас нет соответственно теперь каждую битву будет выбирать команда ТСМ они будут решать когда им сражаться когда нет и вот так вот все может поменяться резко ребят все было зашибись команда Клауд Найн убили 2 ингибитора пошли пушить топ лэйн казалось бы уже все выигранный матч но не допушили топ лэйн нормально и теперь дали битву где потеряли 3 своих ульты после этого ТСМ организовали битву где команда клоуна без ультов конечно же проиграла дальше они пошли собирать на Шор и подарили его и ТСМ его реализовали вот так вот отлично но вообще есть и релли уже с Гардиан Энджелом и с Джонни одновременно обратите внимание и можно так делать кто не знает вот тебя двойное бессмертие тут Митя дает там Кенч полет по лекаришу и зачем ту ульту потратил вау это было больно нет предметов у лекариши на Магрес и без Войтстаффа даже званого почти убил ложный проказ сделал Голден Глу не давал настоящий проказ он специально обманул но вот теперь дает настоящий показ по Григу но Грик очень танковый выживает лекариш прилетел с другой стороны пытается поймать Митю Митя успевает проглотить звена и спасти его команда Клауд Найн делает врыв но там Атрокс делает ответный врыв со двух сторон будут сейчас брузеры пытаться убить Керри команда Клауд Найн теряет больше все же мне кажется игроков потому что они очень битыми остаются пытаются добить они все же этого Атрокса и у них это не получается автоатакеры в бой лекариш бесполезен как был весь матч команда ТСМ выигрывает эту игру и первый блин команды Клауд Найн Коумум отвратительная игра от смутя и просто никакущий лекариш которого тупо нет в этом матче он что есть что нет крокодил ни о чем не играет в Эсэнс Ривер в нынешней мете это неуважение всех крокодилов ребят мульти крокодил Гена и Чебурашка он не смотрел и не уважает крокодилу Гена он играет зато в Ласт Виспер ребят будьте аккуратны крокодилы с Ласт Висперами атаки Бёрксом пытается делать килл на гол на гло и удачно он это делает да он теряет Гардиан Энджел но плевать на этот Гардиан Энджел когда он может с ним разобраться за секунду игра 4 в 5 тяжеловато могу сразу вам это отметить и здесь уже точно эта проблема не в пике да крокодил это проблемный пик я сказал нужен другой чемпион нужен инициатор танк а не брузер в данном случае ну как бы он тоже будет выполнять работу брузера если бы он играл танком а инициатором тот же самый Орн или Моукай или там не знаю Наутилус или Клет но тут даже видно человек не понимает что делать за чемпиона у него нет эссенс ривера в нынешней мете который первая покупка у него нинжа тапки собраны и не поменены в дальнейшем на мерки чтобы можно было в тимфайте кайтить нормально нинжа тапки как бы в начале молодец против Атрокса помогли дальше ты с Атроксом больше не встречаешься нахрена они тебе дальше купи хоть часть на Магрез какую-нибудь хоть одну частичку Магреза ну и команда ТСМ одерживает победу а Клауд 0 как тут пишут в чатике люди Клауд 0 проигрывает игру и становится на последнее место американского чемпионата на данный момент возможно сегодня к ним там присоединится еще одна команда необходима перерыв